Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не ври! Я знаю, что такое Нью-Йорк Во-первых, есть ли... У меня подруга уехала в Америку в Нью-Йорке, блин, работала по программе Work and Travel А ты не спрашивал у нее, сколько человек у них жило в одной комнате? Угу Мало того, что хочу сказать Понимаешь, какая штука? Самое главное, знаешь, что надо понять? Вот что в Германии, что в Америке уже нет этого То есть как бы в Америке в Америке больше нет То есть как бы вот континент остался А вот тот уровень жизни вот та Америка, которую допустим, я еще ее видел Но лет десять назад здесь все начало меняться И сейчас за последние пять лет это просто идиотизм Хотя да, я тебе могу рассказать и про красивые вещи и показать красивые вещи Но вот именно как бы сама жизнь она превратилась в какой-то кретинизм Нам, эмигрантам это проще понять Почему? Потому что как бы мы более соушал Американцы не зацикливаются в плане, знаешь, там Новый год или там праздник восьмого марта у них вообще его нет Вам там в Америке за двадцать семь лет, наверное, отворили голову Я просто сильно много знаю Во-первых, надо четко подразделять Смотри, тебя сейчас как учителя поймаю В чем разница между Великой Отечественной и Второй Мировой? Подожди Подожди Великая Отечественная Это наши СССРовские там были А Вторая Мировая Там уже были эти все Как тебе говорят Вот видишь Вторая Мировая Там эти были Англия, Китай А когда началась Вторая Мировая? В девятнадцатом году Ой, нет, подожди Это первая Подожди В тридцать девятом Месяц не вспомнишь? Месяц Месяц О, сейчас Месяц Ладно, сентябрь 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 Я немножко дальше зашла Я думала, это была зима Ну ладно, сентябрь Дело не в этом Семнадцатого или девятнадцатого сентября Нет, первого Но дело не в этом Это самое Дело в том, что Ты задумайся А с чего началась Как ты сейчас сказала И мы с тобой Выяснили когда С чего началась Вторая Мировая война? Официально Ну Из-за того, что Ну Как меня в школе учили Не так, как в Америке это считают А как в школе учили Из-за того, что Из-за того, что Я не помню, как это правило называется А Как это называлось правильно? Не Не штабы Не кланы Как это называется? Не знаю Наверное, координационный совет Нет Нет, подожди Блин, как это называется? Я забыла Вот видишь, а ты учительница А смотри Подожди Смотри, какая интересная В этот союз входила Я знаю В этот союз входила Америка Китай И И И Дальше лучше не продолжай Не 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 Америка Англия Китай и Ну блин, как этот союз их назывался? Союз Из-за чего? Орла и меча? Ну где Где Все Вот эти вот Страны входили В этот союз Евросоюз Какой Евросоюз Блин Вообще Когда началась эта вся война Они все объединились Да Против Америки Европа объединилась Против Америки Против Америки Объединилась вся Европа? Ну Ну практически Да Чтобы Выиграть Вторую мировую? Ну конечно И Она объединилась И напала на Америку Как началась Второй мировой? Или как? А какое отношение Америка вообще До Второй мировой имеет? Ну не знаю Это что ты же говоришь Ну Она же участвовала бы Ну вообще Второй мировой была Сначала Англия Германия И еще Кто-то Довольно Как этот союз Назывался? А? Ну что если Ты не знаешь Союзского Блешочка и квадратика Я не знаю Ну какой Я пока тебя Спросил Ты же учительница Ты же в школе работаешь Учительницей Так и стой Я же не историю преподаю Ну что Ты же в Белоруссии живешь Это страна Которая Больше всего Пострадала Во Второй мировой войне Ну нет такого места Да У вас все пропитано Кровью Странные страны СНГ 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 было СНГ было СНГ было в то время? В то время не было СНГ Это я тебе сейчас На нынешний лад говорю Хорошо СССР Да как началась война СССР Это Россия Литва Латвия Ну понятно Мы сейчас не будем перечислять 15 республик Ты хотела сказать А не стран Ладно Тогда были республики Они все входили в СССР Но и то кстати Не совсем так это Как тебе кажется Республиками не стали После уже войны Такими и так дальше Так с чего началась та война? Ты же в Беларуси живешь У вас прикинь Даже там Брестская крепость есть Что у нас? Ну в курсе что есть Такой город Брест Ну конечно Брестская крепость Которая стояла 31 почти 2 месяца стояла До сих пор стояла Охраняла Охраняла Оборону Держала От немецких захватчиков А когда это случилось? В смысле когда это случилось? Ну Можно назвать Дату Когда она начала держать оборону? Дату не скажу Могу сказать год Вот И то если сейчас вспомню Вспомни Вспомни Постарайся вспомнить Просто как учитель Хотя бы Ну где-то примерно в 41 году Ну примерно ты угадала Да Примерно в 41 Дату конечно Да Ну да И вот представляешь А теперь Иногда вот я разговариваю Так скажем С вашим поколением Да И пытаюсь им объяснить Про вот этот идиотизм Который сейчас там творится Ну у вас в смысле В Белоруссии Когда люди выходят С фашистскими флагами А это в Минске Это в Минске У нас такого нет Ну слава Богу И слава Богу Что ты не выходишь с ними Потому что И мне начинают Рассказывать Молодежь Судя вообще как говорится По образованию Вообще везде в мире И тому подобное Про какую-то Древнюю Беларусь Про древнебелорусский Флаг Который был Про погоню Про погоню естественно Да Который был при мамонтах Понимаешь Вот Ты не понимаешь Когда убивали мамонта Тогда именно Этот флаг организовался И всякую такую ерунду А то что этот флаг На самом деле Существовал В семнадцатом году Шесть месяцев Потому что Сначала Была Я тебе сейчас Открою Удивительную фигню Существовал еще Во времена Великого княжества Он не совсем такой был Это раз Во вторых он тоже был Совсем Запрещенный почти Ну дело не в этом Ладно И при маме Даже если Там существовал А что он сейчас Стал важным Это же бред Бред А подняли этот флаг Не знаю Мне нравится мой Красно-зеленый Он такой Это потому что Это действительно Белорусский флаг С которым наша вся история Но последних наших лет История твоей мамы Твоей бабушки Там дедушки Прабабушки Прадедушки Понимаешь? А вот Нет Не 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 до вышли с флагом который за ней сначала махали в семнадцатом году когда разваливали россию когда царь отперёгся от престола и тогда потом когда пришел пока пришли большевики к власти организовалась белорусская ссср была западная беларусь и было восточной вот минск ходил говорится восточную да да а потом этот флаг ну тем более был вообще запрещен не дай боже там это самое при советской власти и что-то и когда пришли немцы сорок первом году они опять подняли этот флаг и 41 42 43 44 убивали белорусов вешали партизан и то есть били то есть вообще занимались всеми известными вот под этим флагом кучу есть фотографии в интернете просто набираешь в уголе как говорится там и вот они и гитлер с этим флагом и на там и так дальше и так дальше и теперь они идут по минску я понимаю мы горит взяли его как символ против лукашенко так вы возьмите нормальный символ с этим флагом ходили все с ним ходили большевики никогда не ходили с этим флагом это конечно это полный бред ты что он был вообще запрещен большевиками полицая полицая которые служили говорится у фашистов 4 года с ним ходили и убивали белорусов как мы были против большевики были против белорусов если мы вообще-то берлин вместе брали вообще-то были были такие люди которые еще даже после войны которые ходили еще там что-то там кому-то доказывали и уничтожали почтный период когда я лично не помню нельзя короче не всех превращали в эритиков нельзя было быть православным церкви и на церкви скидывали колокола и этим занимались большевики в детском союзе украина и беларусь кормила весь советский союз после оккупации немецкой мы трапили в оккупацию московскую вот я разумею этничную особливость москалёв к чему мне не хочется называть их русскими что российская мова и так сама забрала назву русь это скрала фактично это не на день належит у киевской руси склала у тех русинов которые жили у помежей реки днепр как вы оцениваете бомбардировки югославии сербии америка в 99 году когда бомбили сербские города и сербские города бомбили как считать церкви колокола занимались большевики это одно кто ходил с этим флагом это совсем другое сделать я понимаю что дебилов хватает при любой власти везде и тому подобное я просто про другое сам символ понимаешь чего взять то есть вот это все сейчас выгодно ну на самом деле врагам белоруссии они этим размахивают вот эти флаги собирают кучу молодежи интересно кто белоруссии враги берусь ну я так понимаю те кто хотят в белоруссию войти а кто хочет войти в белоруссию то есть и сына НАТО кто страны НАТО кто? а в смысле это Польша что ли это страна НАТО? а ты не знала что Польша страна НАТО? нет я тебе вот открываю новую страницу в твоей жизни Польша уже страна НАТО а что это правда что больше там с американцами разговаривала и у них там какой-то план с Германией и с Америкой чтобы посмотреть Белоруссию Россию? конечно ну это конкуренция ты пойми правильно это конкуренция и ну чтоб тебе было понятно если ты открыла какой-нибудь кооператив где готовишь белорусские драники понимаешь и через дорогу тоже есть такая же Казминия а чем мешаем Америке? чем мы мешаем? ну потому что Россия ну вот такая вот страна с 9 миллионов населения страны как мы мешаем Америке? вы не мешаете Америке вы хороший плацдарм для того чтобы потом воздействовать на Россию поэтому борьба за стран НАТО за Беларусь не закончится пока в ближайшее время пока что-то будет не сделано очень грандиозное потому что это как и Украина Украину надо под себя поднять и Беларусь и тогда кольцо вокруг России сожмется они же ничего не сделали как-то ничего не сделали конкретно противороссийская страна а и Украина не НАТО или Евросоюз? она не НАТО только по одной причине что по законам НАТО они не могут ее принять потому что в стране идет гражданская война поэтому Донбасс и Донбасс они не могут быть приняты ни в состав России ни тем более отпущены в состав Украины потому что это к сожалению к огромному сожалению единственный критерий который сдерживает эту страну конкретно перейти в НАТО ну нет нашу нашу беларушечку на нашу беларашечку они это просто не заберут кто-нибудь все равно ну как ты вот ты же видела телевизор ваш не ваш это извини это самое где кучу народу вышло именно за это и пошло взяв флаги полицаев крича что якобы они все там ну понятно что они голосовали за Тихановскую но это все использовалось только ради того чтобы все это раскачать скинуть власть потом как обещала только Увер Тихановская она станет временным президентом и передаст власть а как ты думаешь кому она ее передаст если она сейчас где находится стране НАТО да и всякими пидорасами Латвия и Витва это страны НАТО она находится в стране НАТО значит за кого она пидорасы эти натовские и будет она там у них хочется и все ну это ее ближайшее будущее понятно потому что теперь уже только так а мы изначально хотели ее нагнуть совсем по другому чтобы именно ее использовать Лукашенко утвердился он сейчас все равно президент Беларуси ну он если честно я не фанатик Лукашенко я вообще так бы тоже против него проголосовал но я бы за Тихановскую точно голосовать не стал ну и при всем при том что я не люблю Лукашенко я все-таки уважаю что чувак все-таки стал за страну и в общем-то пытается ее сохранить я уверен что это еще не закончено и это не закончено я думаю ты даже в это воскресенье это увидишь это поверь мне еще не закончено это не скоро кончится к сожалению ладно я слышала вашу Байден там с Трампой у них жили дебаты а Трамп коронавирусом болел это правда? да и по-моему еще у него трипер нашли а в смысле у него что любовницы есть? да я шучу ты сразу прямо там ты сейчас возьмешь день ты расскажешь это людям нет ну шучу господи нет я бы не рассказывала я тебе подыграла жена его тоже да коронавирусом болел? ну вроде бы да там это как-то все странно почему-то она в начальной стадии а он якобы в средней стадии я не понимаю как объяснять что она как женщина они типа женщины живучие они же как кошки вот а да а мужики мы же мужики слабенькие на самом-то деле так ему уже 70 назад было ну да тем более ну и что? а может она специально подкинула коронавирус чтобы забрать себе все наследство она же молодая слушай там все наследство не получится забрать потому что у него же есть еще и дети не фортанула да поэтому если честно ей лучше чем он дольше будет существовать тем не лучше потому что она уже вляпалась я больше чем уверена наверное больше всего бы предпочла чтобы он больше чтобы он изначально не был президентом у него была четкая жизнь она вся такая модель она летала где попало ей не надо было честно говоря даже где-то и ходить с охраной а теперь никуда не пойди везде под охраной везде любовника даже нормального не заведешь понимаешь потому что ё-моё всё просматривается и прослушивается прикинь же туха нет уж я девушка приличная а 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